В спортивном комплексе «Маяк» Зеленодольска состоялся учебно-спортивный сбор уроки вежливости, в котором приняли участие 60 студентов КФУ. Там прошли лекции по основам тактического боя, мастер-классы по филиппинским язноборствам, первом медицинской помощи и многое другое. В Поволжской академии спорта и туризма впервые пройдет открытый чемпионат и первенство Республики Татарстан по акробатическому рок-н-роллу. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов в возрастных категориях от 4 до 24 лет. Блогер Сергей Анашкевич назвал Казань лучшим городом. По мнению автора, Казань – красивый и ухоженный город, изобилующий достопримечательностями и интересными местами. Рустам Миниханов поддержал предложение перенести Молодежный кубок мира по хоккею из Казани в набережные Челны и Нижнекамск. Напомним, в этом году турнир пройдет с 20 по 28 августа. С 18 по 20 апреля в КФУ пройдет конкурс «Знаете ли вы свою альмаматор?». Заявки на участие принимаются до 7 апреля. Казань включена в маршрут литературного теплохода. В таком необычном формате с 17 по 27 августа пройдет вторая межрегиональная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна-2016». Историк, инженерия, экскурсовод, создатель проекта «Москва глазами инженера» и выпускник КГАСУ Айрат Бакаудинов презентует в Казани 6 апреля книгу «Что придумал Шухов». Владимир Шухов – известный инженер, сто лет назад построивший знаменитую Шаболовскую телерадиобашню в Москве. Майские каникулы россиян продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 9 мая, а предпраздничные дни 29 апреля и 6 мая будут сокращенными. Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с молодыми учеными. Встреча завершилась взаимным пожеланием продолжить подобное общение в консультативной форме. В Казани запущен глобальный проект в области трансляционной медицины. КФУ и университет Раткишса получили грант на решение сложных проблем персонализированной медицины. Ульяновская команда КВН «Город мечты» уверенно прошла в сезон Центральной лиги КВН по Волжье. В течение четырех дней на загородной базе Регины готовили свое выступление 25 команд, участвующих в фестивале в КСК КФУ Уникс. 28 марта ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил технополис Химград. А если быть точнее, то производство ферментов регионального центра инжиниринга биотехнологии Республики Татарстан. Для Казанского университета это интересно с точки зрения масштабирования разработок и стимула для поиска новых бактерий и ферментов. Руководство ведущих вузов просит Миноборнауки сохранить востоковедение как отдельную группу специальностей. Помимо МГУ подготовку по направлению востоковедения и африканистика введут МГИМО, Казанский федеральный университет, Новосибирский госуниверситет, Дагестанский госуниверситет, Башкирский университет и ряд других. Дагестанский федеральный университет, Новосибирский госуниверситет, Башкирский университет, 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 Башкирский университет